Сегодня у нас две задачи. Уборка мусора на поверхности моря и на морском дне. Очисткой дна займутся водолазы. При работе под водой не забывайте о безопасности. Остальные займутся очисткой водной поверхности. Видим плавающий мусор, вылавливаем его. Я начал заниматься охраной морской среды в 2012 году. Тогда мы в основном очищали морскую поверхность и пляжи в районе Дамойша в Шэньчжэне. Потом участников стало больше. И со временем мы также занялись очисткой морского дна и набережной. Стали вести просветительскую работу, рассказывать людям об экологии моря, выращивать и охранять кораллы. Когда прибудем на точку, вы двое возьмете на себя очистку морского дна. Если обнаружите обломки кораллов, берите их с собой. А теперь проверка снаряжения. Когда они спустятся под воду, мы будем работать поблизости, собирать мусор вдоль набережной. И если кто-то из туристов спустится к воде, мы напомним им о правилах безопасности. Когда мы только собрали команду, у нас было всего 7-8 человек. Теперь нас уже более 400. Около 60-70 человек составляют костяк нашей команды. Сейчас нужно забрать водолазов. Посмотрим, сколько мусора им удалось собрать. Сюда. Ну что, есть мусор? Есть. Давайте его сюда. Как там на дне? Мусора не так много, но ближе к берегу его больше. Сегодня мы провели под водой 35 минут. Мы собрали довольно много металла, обрывков, реполопных сетей. Мы их часто находим, а также банки из-под напитков. Под водой ты как будто не устаешь, но как только поднимаешься на поверхность, тебя сразу покрывает усталость. Я рад, что нам удалось столько всего собрать. Это путь небольшой, но все же вклад в защиту окружающей среды. Вы нашли облома коралла? Да, посмотри сзади. Он отломился. Этот коралл еще жив. Это видно по отверстиям и капиллярам. Но если его оставить на морском дне, примерно через неделю он погибнет. Работа на сегодня закончена. Надеюсь, что волонтеров у нас будет все больше, а мусора в море все меньше. Всем спасибо. Мы не пытаемся где-то засветиться или получить что-то взамен. Мы просто рады вместе делать все общее дело, вот и все. Я родился и вырос здесь, в Мэйша, в районе Янтянь. Когда я был маленьким, в море на камнях повсюду росли разноцветные кораллы. Это было удивительное зрелище. Рыбы плавали прямо рядом с людьми. В детстве все это казалось мне вполне естественным. Но со временем экологическая ситуация в море начала ухудшаться. И в частности исчезли почти все кораллы. Несмотря на то, что они занимают всего 0,3% площади Мирового океана, кораллы обеспечивают пищей, укрытием и пространством для размножения 25% морской флоры и фауны. Они играют важную роль в сохранении морского биоразнообразия. В последствии, в ходе своей деятельности, мы стали обнаруживать разбросанные повсюду кораллы. Мы задумались над тем, можно ли выращивать кораллы для более быстрого восстановления благоприятной экологической среды. Я снова хотел увидеть море таким, каким видел его в детстве. Мы связались с профильными научно-исследовательскими институтами и узнали о подходящих для нас методах работы по выращиванию кораллов, которыми мы и пользуемся в настоящее время. Это все обломки кораллов, которые мы нашли на морском дне. Мы их выращиваем какое-то время, после чего высаживаем в море. Еще раз проверьте приборы. Мы опускаем на морское дно специальные решетки, каждая из которых весит несколько тонн. Дело в том, что они должны быть устойчивыми к тайфунам и морским течениям. В ячейки мы помещаем кораллы, которые постепенно растут. Лучше всего выращивать их там, где они уже росли ранее. Тогда процент выживаемости кораллов будет гораздо выше. На словах это довольно просто. Но на самом деле это очень тяжелая работа, связанная с различными опасностями. Коралловые решетки очень тяжелые. Мы грузим их с берега при помощи подъемника, после чего устанавливаем под водой. Работа подводника сама по себе довольно опасна. А тут еще нужно иметь при себе необходимое оборудование. И даже погода должна вам благоприятствовать. Мы начали выращивать кораллы 7 лет назад, в 2016 году. За это время мы высадили более 20 тысяч кораллов и установили более 40 коралловых решеток. На данный момент отдельные кораллы в тех районах, где мы занимаемся их выращиванием, уже сформировали единые системы, что стало значимым фактором восстановления окружающей среды. Экологическая ситуация улучшается, и я все больше убеждаюсь в том, что однажды море снова станет таким, каким оно было в моем детстве. Жители Шэньчжэня уделяют особое внимание защите окружающей среды. Все активно участвуют в экологических инициативах, поэтому выращивание кораллов в районе Шэньчжэня идет довольно успешно. Каждый раз, когда я спускаюсь, чтобы высаживать кораллы, меня буквально переполняет энергия. Это здорово. Под водой ты постоянно обо что-то ударяешься. Рядом с тобой тяжелое оборудование, повсюду камни. Никто не поверит, если вы скажете, что спустились на дно и не получили ни одного синяка. Наши волонтеры очень устают, но они знают, какое значение имеют кораллы для морской флоры и фауны. Коралловые массивы в районе Шэньчжэня вряд ли восстановятся естественным путем, поэтому мы должны применять научные методы для их искусственного восстановления. Сейчас правительство и общество гораздо чаще поддерживают наши инициативы и принимают в них активное участие. Без этой всеобщей поддержки я бы не смог так долго этим заниматься. Отлично, сворачиваемся! Итак, давайте посмотрим, знакомы ли вам какие-либо из этих кораллов. Как называется вот этот с множеством отростков? Мы называем его пальчиковым кораллом. А как называется вот этот зеленый? Коралл брокколи? Это коралл елка. Ну а этот мы называем тысячеруким кораллом. Тысячеруким? Верно. Что ж, мы познакомились с некоторыми видами кораллов. Но знаете ли вы, что будет с рыбами и другими морскими обитателями, если кораллы начнут разрушаться и погибать? Тогда у морских животных, живущих в кораллах, не будет дома. Верно, у этих животных не будет дома. Что еще? Если не будет кораллов, маленькие рыбки и рачки погибнут. А значит, погибнут и хищники, которые ими питаются. Верно. То есть это плохо для всей морской флоры и фауны, правильно? В мире сейчас все меньше и меньше кораллов. Ситуация довольно печальная. И поэтому, что мы должны делать и чего нам делать никак нельзя? Нельзя бросать в море мусор. Верно. Нельзя бросать в море мусор. Нельзя сбрасывать в море отходы. И не нужно мазаться чем? Солнцезащитным кремом. Верно. В солнцезащитном креме содержатся химические вещества, опасные для кораллов. Обязательно скажите об этом своим друзьям и членам семьи. А теперь мы с вами пойдем к морю и посмотрим, какие животные и растения живут в литеральной зоне. Вы знаете, что такое литеральная зона? Это участок берега между самым высоким уровнем воды во время прилива и самым низким уровнем во время отлива. В литеральной зоне живет множество растений и животных. Наши сотрудники нашли некоторых из них и сейчас расскажут о них вам. Но после этого нужно будет отпустить их в море. Итак, кто у нас первый? Трипанг. Господин Трипанг. Это у нас Трипанг. Идем дальше. А это у нас кто? Морковь и еж. Вы их пробовали? Пробовали. Возьмите, можете посмотреть, только аккуратно, не уколите ладони. Мы едим морских ежей. А что едят морские ежи? Они едят водоросли и морскую траву. Отлично, теперь давайте посмотрим, что нашел на берегу господин Шэнь. Больше всего в литеральной зоне вот таких ракушек. Можете взять по несколько штук, хорошенько рассмотрите и затем отпустите их обратно в море. В некоторых раковинах живут ракообразные. Как они называются? Раки от шельки. Верно, океан дарит нам множество вкусностей и питательных продуктов. Как вы думаете, как нам следует относиться к океану? Мы должны с уважением относиться к океану, любить его и защищать. Ну а теперь давайте вернем морских жителей домой. Аккуратно кладите их в воду. Учитель, но я не хочу их отпускать. Иначе нельзя. Мы проводим много просветительских мероприятий на тему экологии моря. Если давать детям слишком специализированную научную информацию, для них это будет слишком сложно. Самое главное – это воспитывать людей с детства, прививать им интерес к морю и морской экологии. Дети должны понимать, что океан – это наш дом, и мы не должны его разрушать своими же руками. Наша основная задача на сегодня – это очистка береговой линии по обеим сторонам от набережной. Эти камни кажутся довольно чистыми, но на самом деле в расщелинах много мусора. Во время уборки берега не забывайте о собственной безопасности. Вы двое, проверьте, нет ли там мусора. Если его много, зовите нас. В Шэнджэнском районе Янтянь находится самая длинная в Китае набережная на свае. Ее протяженность – 19,5 километров. С виду она довольно чистая, выглядит здорово, но на самом деле в скалах множество трещин, в которых скапливается мусор. Иногда его приносят волны, иногда люди случайно что-то роняют. Если мы обнаруживаем мусор, мы стараемся извлечь его даже из самых труднодоступных мест. Зачастую приходится применять навыки скалолазания или спускаться по веревке. Если мусор не убрать, рано или поздно его унесет в море, а это вредно для океанической среды. Собирать мусор на приближечных скалах довольно опасно, иногда он закрывает в трещинах, так что его довольно трудно тут извлечь. Мы надеемся, что все люди будут заботиться об окружающей среде. На сегодня все, отлично поработали. Если вы по-настоящему любите жизнь, вы должны беречь чистоту океана. Я занимаюсь волонтерской работой уже три года. Я таким образом вношу свой небольшой вклад в защиту морской среды. Мы хотим, чтобы океан стал еще чище. Заботиться о кораллах, значит заботиться о планете. Не наступайте на кораллы, не пользуйтесь солнцезащитным клеммом. У нас одно море на всех, и свой мусор мы должны уносить с собой. Я буду продолжать это делать. Заботиться о кораллах, значит заботиться об океане и нашем общем доме.